Ирина Лещинская Ирина Лещинская Ключевое – начать Чтобы ездить за рулем, нужно водить автомобиль Чтобы бегать, нужно начать бегать Наверное, первое – это нужно найти тренера или беговой клуб Потому что в интернете много информации Но она настолько противоречивая, что очень часто она навредит, чем поможет То есть нужно знать какую-то суть, основу И лучше всего работать с профессионалами сразу Сейчас в каждом городе достаточно очень много тренеров, клубов, которые тренируют и готовят людей Поэтому, чтобы не сделать ошибок Первое – не навредить Начать не навредить, найти тренера Следующее, я бы сказала, это регулярность То есть если люди начали, потом бросили, опять пинулись Это стоять на месте Это значит, ничего не меняется Чтобы видеть какой-то результат изменения То есть регулярно Пусть это будет три раза в день В неделю В день Три раза в неделю, но стабильно Понедельник, среда, пятница Человек знает, график вставляет Всегда люди находят миллион отговорок Некогда Устаю Работа Дети Все понятно Но поверьте Как только вы начинаете Вы структурируете Вообще изменяете свой образ жизни То есть вы подстраиваетесь Вы знаете, что у вас запланировано Все, что важно человеку Он всегда найдет на это время Остальное он может находить Даже при том, что на тренировках человек устает Ну так парадоксально Наоборот, у человека появляется намного больше энергии Качество жизни совсем другое Потому что человек уже чувствует Ощущает себя Сначала, ну как бы, лучше намного Вначале нужно выйти из зоны комфорта Крепатура будет Не нужно сразу бегать много Монотонно Лучше делать так, чтобы укрепить все Постепенно Знаете, когда спортсменка уходит в декрет А потом возвращается У нее уже все забыло Поэтому нужно сначала укрепить все Стопы, мышцы Да, для того, чтобы потом Это было вообще безболезненно И в удовольствие дальше уже тренироваться Поэтому регулярность Постепенность И это задача тренера Да, спланировать тренировочный процесс так Чтобы он был интересен Да, чтобы он посилен человеку Чтобы человеку хотелось Дальше продолжать Чтобы он ощущал изменения Не сразу, да Но они будут видны Когда человек приходит и говорит Я вообще ненавижу бегать Вообще никогда в школе Меня заставляли, я прогуливала А потом Так это интересно Просто они как бы не учили Не рассказывали В школе заставляли учить Бегать, дышать носом Да, и вот такие вот Сталкиваешься с такими какими-то вещами То есть, в принципе, там ничего сложного Да, главное начать Ну, ключевое, знаете Когда люди начинают бегать Как бы, ну, как уже сложился Двигательный стереотип Да, ну, бегу и бегу Что тут такого И потом оказывается Колени, стопы Это вот самые классические случаи Да, оказывается Если просто правильно Все планировать Да, сказать Какую обувь нужно подобрать Как ее подобрать Что нужно сделать Да, почему я говорю Укрепить Это превентивные меры Травм Чтобы их не было Тогда ослабленные мышцы Да, вот ноги Мышцы, да Вот, как бы Знаете, как человек Бежит телепает Ну, почему-то нет сил Просто тонуса Но когда вы проработаете Делаете упражнения Специальные беговые Или там различные На мышцы кора На стопу Вот сейчас Такое разнообразие Что вообще Просто невероятное Да, не нужно делать все Лишь бы как бы устать Да Нужно упражнения Эффективные Которые направлены Именно на специфику Данного вида спорта И тогда уже не будет Никаких травм А, конечно, когда человек Он думает Сэкономлю Начну, ну что там бегать Побежал, да А потом Там заболела Там заболела И человек может вообще Разочароваться Оказывается Если правильно все перестроить С умом подойти То есть всегда нужно Подходить с умом Ко всему, да И, как говорится Скупой платит Дважды Сэкономил вроде Ну, а потом все это Травматология, да Там, артопедия Что-то еще Зачем это вообще нужно Лучше вообще К этому не касаться А просто Ну, как бы Основанно подходить К любому хобби Потому что здоровье Оно одно Оно дается И уже как человек Распоряжается Дальше Это уже его Ответственность Смотрите Должно быть, да Вот, ну, ежегодный Да, полный Как бы Такое вот Как сканирование Организма Да, то есть Это и кардиограмма Это развернутый Анализ крови Это вообще Надо раза четыре Наверное В год делать Потому что Когда мы Вот сделали, да Какое-то там Сканирование Посмотрели Все там параметры Все нормально Хорошо Следующий год Что-то изменилось И это уже хорошо Что как бы Человек на ранней стадии Да, ну, может вмешаться И там Извини Потому что даже банально Анализ крови Когда человек делает О нем может быть Там гемоглобин низкий Да, там Железа не хватает Еще чего-то А он не знает Думает Что самочувствие такое Или почему я так ощущаю Просто вот Это как бы Знать Уважение к себе Когда человек Каждый год Ежегодно Два раза в год Делает Ну, как бы Наблюдается Тогда Не возникает проблем Дороже И хуже Когда уже Знаете Когда петух Плюнет И все А что же делать Помогите Ну, это уже Как бы Так поздно Поэтому Лучше начинать Уже прямо сейчас Это ежегодно Для мужчин И для женщин Не важно Ключевое Кроссовки даже Беговые Известного бренда Понятно, что Можно пойти на рынок Да Там Аби-бас Или что-то там Еще будет Это только Навредит Поэтому Сейчас Когда Множество воскидок Через интернет Но лучше не через интернет А все-таки Обувь нужно пощупать померять походить не попробовать когда приходите в магазин нужно сразу сказать мне нужны беговые кроссовки соответственно вам покажу там линейку сколько там их есть вы померите все ну вы вообще как бы идеально пройти обследование на постановку стопы до определить про нацию то есть как стельки до изготавливать вы можете купить базовые простые кроссовки там ничего такого там сложного да беговые внутри будут стельки под вас и тогда у вас она же снимает напряжение она перераспределяет нагрузку потому что есть знаете как и кстати ноги немножко они внутрь могут стопы западать да или наоборот на внешнюю часть и когда вы приземляетесь представьте как это все отражается и на позвоночнике в том числе при амортизации при постановке при прибеге это может быть травматично а если вы как бы с обувью разобрались все правильно у вас значит уже работает правильно ну как бы опорно двигательный аппарат и второе ключевое почему еще укреплять важно да потому что какие-то кроссовки классные не были хоть последняя модель там я не знаю в которой бегают кипчоги к примеру но если у вас неправильная техника бега да то есть она не экономичная вы прилагаете много усилий для того чтобы бежать или жестко там стучите стопой или с пятки да ну вот такие классические случаи то есть тренер да техника бега кроссовки казалось бы да вот вроде вижу бег все просто на самом деле есть нюансы но просто если учитываешь там ничего сложного нету тогда не возникает каких-то последствий будете просто получать удовольствие от занятия спортом сколько стоит здоровья вот знаете у меня очень много людей тренируется которые говорят я лучше буду вкладывать в экипировку девайсы путешествия в беговые какие-то ивенты которые мне приносит удовольствие чувствую себя классно чем ты когда сидишь там священ образ жизни эти работа да ты работаешь за компьютером целый день тебя там потом проблемы какие-то возникают это видишь конечно в аптеке в больнице да и начинаешь вот уже последствия какие-то уже лечить а это еще дороже поэтому качество жизни и подход говорить сам за себя в беге участвуют все группы мышц до от верхнего плечевого пояса до 100 поэтому когда человек длительное время бежит эта нагрузка достаточно большая на опорно-двигательные аппараты вообще на сердечную на все системы и нужно но если мы говорим о мышцах да почему укреплять да то есть первое это стопы до чтобы колени разгрузить нужно укрепить мышцы бедра передняя задняя поверхность ягодичная мышца мышцы кора потому что бежать пресс спина все участвуют вот мамы и плечи в том числе но не знаете как приходишь в зал человек там раскачался такие плечи и такие ноги да все должно быть гармонично как бы было бы это глупо если безу нужно только бегать многие такие все там укреплены а сверху там да все слабенькое такое поэтому нужно все в комплексе подходить не нужно делать лишнего да но вот пресс спина там руки в тонусе держать до самые важные мышцы в беге ягодичная задняя поверхность бедра икроножная и стопа ну и как бы акцентировать внимание когда задняя поверхность я укреплена нога что носится по-другому техника отталкивания тонус на легкость бежит не прилагает усилий он может и переключиться быстрее пробежать да он готов к этому мы все уникальны да как бы и строение качества но за счет того что я была очень технически и подготовлена мне очень мало было травм потому что как бы это качество помогало мне преодолевать там ну различные там поверхности усилия нагрузки это способствовало потому что когда ослаблены да мы уже знаем на сборах как тренируются особенно с марафонцы они прыгают да по песку много но они особо там не утруждают себя какими-то упражнениями часто таких бывать лобби для сейчас уже тенденция менять видимо кенийские спортсмены наши уже даже уделяют внимание потому что предъявление к организму очень высокие при таких нагрузках и дистанциях смотрите не носок и не пятка если на носке бежать в ахиллы просто отвалятся да там с пятки это травма это колени сразу стопа то есть стопа ставится сверху только не пяткой мы фиксируем не на стоп сверху поставили и быстро оттолкнулись то есть чем быстрее человек снимает ногу да не так что ну как бы отталкивается да тяжело а так то есть он переставляет ноги да ему легко он тебе спокойно ну вот это и есть экономичный бег когда ты не прилагаешь усилий дополнительно того чтобы бежать поэтому не надо вот приходят люди да на носке и потом почему же у меня ноги болят да почему хил болит только перестраивается потому что когда приходит человек я сразу вот вижу да как вот он побежал а я вот стою как знаете как собачка ну то есть вот руки стопа бедро и человек сначала ну то есть он должен в голове сложить что от него хотят когда он осознал понял потом уже на автомате меня сначала когда уже видит меня сразу а потом этот двигательный стереотип закрепляется и соответственно человек потом просто на автомате уже бежит правильно и уходит многие болезненные ощущения проблем то есть он об этом уже не думает и не ставится уже все на прогрессировать на результат если человек бежит да и тёпает просто да вот бывает особенно в научниках очень часто человек бежит научника он себя не слышит он расслабляется он думает о музыке и он начинает стучать стопами но поможет даже не знать почему и потом болят на то есть когда вы бежите там бесшумно практически стопа у вас такая в тонусе отталкивается легенько переставляется вот это вот она сильная не так чтобы был поставили пока оттолкнетесь пока да там ну как-то так тасса работает со мной я не разрешаю бегать наушниках человек должен слышать себя и человек это нудно кажется вот начну просто да начните и потом во-первых бег это своеобразная терапия то есть во время бега у нас всегда мозг работает но он отдыхает он как бы знаете вот это одна из преференции таких или как бы приоритетов и что получает человек от бега это то что у него лучше самочувствие самоощущение психологическое состояние да он слышит тебя смотрит там пульс время и он по нему сопоставляет данные свои ощущения с показателями как он запоминает это да и вот когда ты ему говоришь бегать вот на таком-то пусть или с такими-то усилиями он осознает что как происходит это да или когда он бежит быстрее а уже дышать тяжелее да то есть вот он должен узнать себя изучить себя и тогда он уже будет по наитию ощущать и темп и время и знать вот свое состояние повторюсь еще когда люди включают музыку сразу техника и они бывают часто бегут не тем темпом которым нужно потому что вот они включаются эмоционально и все вот и и опять же когда сейчас бегает на тренировке а я ему говорю там что-то там еще раз я все говорю тренировки домой важно на таком же уровне как и тренировки потому что если не да есть не до восстановления соответственно эффективность вообще тренировочного процесса снижается то есть массаж на баня бассейн йога такая ли стречим такой расслабляющий до чтобы на как-то так спокойно потому что на тренировочном процессе достаточно разных упражнений нагрузки иногда полный отдых потому что люди вот она так заходит в жилу идет поэтому насыпает тренировок этих лопа потом какой-то рубеж проходит и все уже какая-то перетренируется он даже не понял то есть всегда нужно несколько шагов вперед и один назад дело для того чтобы компенсировать эти нагрузки но вот без массажа можно парить например если забиваются очень часто над костницы болят у людей да это потому что забивается икроножная мышца все там пытаются именно локально на самом деле воздействовать нужно немножко с другой стороны но если человек регулярно делает массаж я просто собаку съела на этом деле у меня постоянно болели под горит на переде очень над костю что большие нагрузки были да вот технический там и объем был поэтому когда мы поняли в чем пешка до стали за этим следить вопрос вообще ушел то есть когда человек массирует да только в комплексе нельзя как бы просто приходит к массажисты говорят вам ноги только или руки ну это бред то есть нужно вот там макушки до пальцев ног хотя бы два раза в месяц стабильно в идеале каждую неделю знаю что люди часто лет не когда но знаете когда человек травмируется или устает сильно его жизнь заставляет сидеть дома или заниматься лечением потому что он не захотел это сделать раньше ну как бы ничего тут сложного просто нужно этому посвящать время но смотрите организм и так нужно справляться даст нагрузка мистеров переваривать это все но если так говорит сленгом и поэтому счет если неправильное питание дополнительно перегружать тоже печень те же почки до нормальные бегуны вообще персонально убирают жирное копченое соленое всякие газированные сладкие напитки майонезы кетчуп вот это все такую гадость лучше вообще нет но качественное мясо или белок кто-то не ест мясо но нужно заменяться чем-то чтобы калорий было достаточно белок это построение мышц и это восстановление без белка тоже дело не будет это должно быть сбалансировано не нужно я бы сказала белый вот хлеб вот такая какая-то такая выпечка с дома да да сладенькая почему бы нет но это должно работать так чтобы не на ночь в этом это все наедаемся да так там где-то перетерировка чтобы потом это можно было там проработать овощи фрукты достаточно если углеводы длинные сложные да там макароны нормальные которые на развесном на где-то те вот самые там дешевые продает потому что там ничего хорошего не будет просто с уважением относиться к себе но уже не помойная яма на каждой лекции что до чтобы себя вбрасывать лишь бы что ну как бы когда человек уважает себя любит себя он не будет есть сына детская еду образно в принципе я отношусь нормально но знаете должен преобладать здравый смысл почему я например поняла что я теряла вес да он как бы ну вот такая моя особенность была мне чтобы вот такая сила была особенно подготовительный период чтобы мощность чтобы какая-то такая не отдать поддержку какую-то да я применяла белковые протеиновые вот эти вот коктейли но опять же с ними нужно правильно нужно не просто там ну как бы должно быть все оправдано не так что это мода и нужно это делать да если вы питаетесь очень хорошо у вас все нормально как бы то не нужно там злоупотреблять а можно какие-то незаменимые витаминокислоты да ну опять же в период когда нагрузки пока вы любитель вы делаете с удовольствием питайтесь просто правильно перераспределите но потом автоматически даже выстраиваться что вы знаете вас тренировка вы не будете есть перед тренировкой значит вам нужно заранее вы уже потом знаете ага то нельзя это это можно ну это конечно выбор человека да я мясная вообще люблю мясо честно и хороший стейк там или рыбу или курицу я очень только не жирная да но опять же если мне не хочется я могу спокойно есть там салат или я никогда не бросаюсь в крайности это вообще моё ну вот такое кредо по жизни я всегда выбираю золотую середину что очень часто бывают люди там ну вот мода да какая-то начинают бросаться в это все потом она для здоровья до чего-то там не хватает какое-то там перестроение как бы недовосстановление поэтому если человек уже идет над какие-то такие решения значит он должен спрограммировать это так чтобы баланс все равно сохранялся в организме потому что у нас как часть эти все функционируют где-то сбой идет он отражается на всем остальном да но я точно я знаю что мой организм всегда требует белка очень достаточно я никогда на при этом не хочется есть никогда не буду перекусывать кем-то ну просто так чтобы что-то съесть вот ну как-то это выработалось еще очень давно и я придерживаюсь всю эту жизнь всю свою жизнь этого это точно не мое я не буду есть я не могу говорить другому человеку мы все разное одному так хорошо другой это главное чтобы это не вредило здоровью поэтому если вы перестар там выпьет очень много жидкости нам будет мешать по ходу да ну и вы с дистанции же не будете сходить да поэтому обычно утром встаем всегда перед там выпиваем стакан воды для того чтобы там метаболизм свой или потом кишечник до чтобы заработал пошли процессы все пить воду нужно да я не могу сказать что каждому нужно два с половиной литра или 3 литра выпивать да нужно смотреть что но в любом случае там четыре пять стаканов в день водички пить но человек который еще тренируется им необходимые затонники то есть спортивные напитки потому что когда мы бегаем спотом у нас выходит соли минералы микроэлементы могут быть судороги и на восстановление жесткие мышцы чтобы этого не было лучше сразу после тренировки одну порцию изотоников и тогда она будет поддерживаться сохранить баланс да но жидкость не нужно знать и опять же сейчас модно пить и вот прям все вот лежит человек там три километра на него три бутылки висят на поясе ну это уже знаете опять здравый смысл и как на какой-то авантюризм просто ну конечно человек может добежать просто какой ценой и какие ощущения и как будто как потом организм отреагирует я такое вообще не рекомендую для чего тогда это делать чтобы кто-то оценил или ну как бы если человек осознанно приходит там в бег не за для чего то он делает да вот уже какую-то мотивацию для себя придумал чего вставать выходить бегать что-то он преследует а если просто так что там друзья там все побежали ну я там я тоже смогу там да но сделать это правильно да к этому нужно пройти по если человек вообще там ну как бы без подготовки пусть это будет минимальная дистанция там километр на есть благотворительный да но просто вот я не знаю бег ходьба бег ходьба чтобы не навредить зачем себе ставить такие супер там цели чтобы так убиваться ну лучше же бежать и получать удовольствие от того что ты бежишь даже если быстро в любом случае ну знаете есть мы настолько разные есть приходят такие любители которые не знаете наверное он был бы классным спортсменом то есть они легкие быстрые и очень вот как-то организм схватывается и прогресс есть люди которым тяжелее или это займет дольшее время а некоторым например не могут пробежать вообще да так ну я не знаю нужно посвящать очень много времени это все то есть настолько люди все уникальные нужно смотреть и по каждому человеку и смотря что с чем сравнивать понятно что всем хочется да там быть опять же кипчоги там да или как гешка там там бежать да но если ты там раньше вообще-то мне не знают любители там начинал с двух тридцати и сразу хочу час тридцать или там вечером ну конечно к этому нужно прийти да это годы тренировок да это это работа вы смотрите беговая дорожка это в таком случае если вообще невозможно выйти на улицу бежать гололед очень сильный вот пример или вы поехали там в какой-то климат очень жаркий там плюс 50 да ну наверное там где-то гостиницы под кондиционером можно там чуть-чуть побегу лучше всего бегать на свежем воздухе на улице во-первых вот как бы техника бега давляет потому что на бегущей этой дорожке там немножко обман и скорость показывает часто это мучение то я там по пять минут у спокойно бегу на свадь выходит он по 530 не может до пробежать то есть совсем другие ощущения вторых картинка да вот перед глазами ну как-то вообще пространство там много очень факторов которые влияют классно свежем воздухе смотреть по сторонам я не знаю как то о чем-то думать чем вот уставиться в стенку даже в помещении не знаю общению на этой дорожке крайнем только случае регулярно постепенно ну хорошо если в городе если критический манеж да как бы но в целом на улице кроссы там все спокойно можно бегать когда гололед конечно быстро что-то такое не побегаешь но поддержать себя зимой выходя просто на пробежки и при домой приходить может делать упражнения там на тех же пресс на спину на стопы на и как-то разнообразить там тренировочный процесс но в целом не нужно бояться наоборот организм закаляется да вот и кто зиму хорошо пройдет вообще регулярно стабильно тренируясь весной уже бегает очень быстро поэтому не нужно бояться выходить также просто правильно одеться она кажется знаете из дома страшнее выглянешь ой-ой-ой там холодно дождь то мороз на самом деле стоит выйти да только размяться предварительно в помещении да как бы побежать спокойно когда разогреваешься да не так-то и холодно не так-то и страшно еще если там друзья с тобой наверное как то сейчас для общества нужно что-то какой-то инструмент для чтобы выходили вот эмоции у нас сейчас война в стране да какие-то очень сложные ситуации какие-то кризисы постоянные люди в стрессе каждодневном наш жизнь постоянно в стрессе вот мы просто иногда может быть задумываемся об этом нужно что-то куда эти негативные эмоции убирать потому что если они накапливаются они разрушают изнутри начинаются какие-то болезни бег да это очень классный инструмент а для того чтобы чувствовать себя лучше для того чтобы опять же прочистить свои мозги тоже когда бежишь ты думаешь и ты можешь очень много решений каких-то придумать просто отдохнуть очень много людей приходят вот после рабочего дня побыть даже наедине с тобой время для себя даже не захочется разговаривать может не с кем-то а вдруг наоборот разбежишься и уже хочется общаться да у каждого своих кто-то идет за общением энергии а кто-то наоборот побыть себе и посвятить время вот просто подумав спокойненько поэтому каждого свой запрос что он от этого получает да но слава богу что сейчас так первое я бы в дела школьные соревнования я сама из школьного спорта если бы не школьные соревнования я бы не пришла бы вообще в легкую атлетику то есть должны быть вообще самые простейшие не нужно требовать от детей чтобы там все были чемпионы просто принимать участие давать какие-то командные соревнования внутри школы внутри района внутри города а потом все украинские чтобы это было интересно да какая-то мотивация представьте там финал потом какие-то школьные соревнования все там едут во львов там или в киев с экскурсии но это целое приключение во вторых дети должны на кому-то ориентироваться то есть они повторяют они слушать это что мы говорим а то что мы делаем да потому что если родители сами как бы но особо ничему не стремятся еще нету обвинять детей да что 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 там сидишь на пойди там потренируйся от наверно глупо и но первый пример это родители 2 нужны положительные герои на кого ориентироваться а это как раз есть спортсмены там я не знаю какие-то личности которым хочется подражать и чем больше у нас будет промоцировать соревнования борьбу потому что в спорте формируется очень классные качества человека и терпение да и выносливость иногда нужно интеллект никогда вообще интеллект всегда пишет продумать как это сделать да как бы взаимовыручка когда тебе нужно помочь кому-то это очень классно и объединяет дети любят соревноваться дети любят конкурировать просто нужно направить это правильное русло и чтобы наши уроки физкультуры не были скучными а были вот их нужно просто переформатировать вообще в другой форме игры чтобы постоянно и разные виды чтобы не было возможность но для этого конечно инфраструктура хорошо пусть даже что есть но начали изменить вообще эту систему не запрещать занятие у нас умаете миллион отговоров а наоборот способствует его случае движения и нагрузка такая как бы с умом каждому до человеку она и принесет потом в любом случае классные результаты не нужно запрещать наоборот а была большая большая ошибка руководства а 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 Продолжение следует...